Николай, приветствую, Николай. Вы находитесь в Украине, да? В Киеве? Да, в Киеве. Как погода у вас? А, дождь идет. Понятно. А у нас качается. Я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Спасибо огромное. Я вас тоже взаимно. Мне очень понравилось. Я вам очень благодарен. Ваш системный анализ такой. Почему метод ключ, почему он интересен. Вы там еще написали такую вещь в связи с ключом. Вы написали такую вещь интересную, что в математике есть такое правило, установка такая, что главное вопрос сформулировать. Главное вопрос сформулировать, потому что действительно на самом деле я так думаю, что в основном вот дорога какая-то есть, и все наблюдают за тем, как по ней правильно идти, чтобы не сбиться, советы друг другу дают, а чтобы новую дорожку открыть, это действительно вопрос поставить. Вот я правильно понимаю, да? Да, абсолютно правильно. А я сейчас поставил вопрос. Давайте сформулируем науку человечности. Потому что такого вопроса никто никогда не ставил. Потому что все поняли, что человечность относится где-то к религии, к этике, к искусству, к другим источникам. И вроде бы, когда так скажешь, давайте поговорим о человечности, ну вроде бы как это и самоочевидно. А на самом деле далеко не самоочевидно. И поэтому мне очень интересно с вами поговорить. Давайте обсудим, а? Давайте, давайте. С удовольствием. Вы знаете, я вот когда только первый раз услышал о человечности, как вы сформулировали эту тему, я так подумал, конечно, если погружаться в детали, начинать, то это, конечно, сразу возникнет. Медицина, физиология, все-все-все-все эти аспекты, которые, ну, уже достаточно хорошо отработаны. А суть все равно уйдет. Вот мы погрузимся в детали, а сути нет. В чем же суть вот этой человечности? Опять же, есть этика, педагогика, философия, психология. Ну, а вроде ближе, да? Такими понятиями опируют. Вроде бы доброта, там такие понятия, как любовь, все-все, что характеризует как бы человечность, все ближе. И все равно это немножко не то. Где-то оно рядом, терминология как бы близка, но не то. Я вот считаю, что очень важно выбрать терминологию правильную. Почему? И почему это важно? Потому что как только терминология правильно будет выбрана, мозг начнет создавать правильные образы и двигаться в правильном направлении. Вот в истории науки есть такие примеры. Помню, бились долго еще до Ньютона. Физики над описанием простых таких процессов. В физике там, ну, такие там, механика, они описывали движение там двух тел, там после столкновения, или там с каким-нибудь там бросают. И у них никак не получалось. И вот все было, скорость была, масса была, вот закон сохранения импульса, все работало. Но не все не получалось. Почему? Они ввели еще одно понятие, какое? Ускорение. И как только Ньютон ввел это понятие ускорения, все, механика стала цельная. И сразу три закона появилось, и теперь до сих пор мы можем этим пользоваться. И там раки летают у нас там, да, куда угодно, ну, и приземляются там, где нужно. Все, вот появилось это понятие. Очень важно. У военных, я вот из другой области пример приведу, у них есть такие понятия, допустим, образные, такие вот, они мыслят, им нужна карта. Вот если карта есть в местности, у них сразу план, идея, как слева, справа атаковать, где отступать, где наступать. Нет карты, они очень пассивные, они не понимают, как это все представлять, да? Я думаю, что здесь нужно ввести какие-то такие понятия, очень важные термины правильные. И как только мы это сможем сформулировать, вот с помощью этих полноты, этих терминов, можно будет начинать вот эту науку о человечности и описывать. Потому что в противном случае можем ходить, пользоваться терминами там, не знаю, этики, педагогики, психологии, но мы там и останемся. Там вот уже все отработано, так и будет. Мы же все совместно создаем эту науку человеческой. И вот это правильно, потому что есть такие задачи, которые решить можно, только объединившись. Потому что человек конкретно сидеть вот так вот, ну хорошо там, допустим, я придумал этот вопрос, но решить этот вопрос я не могу один, потому что это как бы и закономерно. Это тоже важно, потому что вот сейчас у нас есть национальная идея, как генератор будущего. Там тоже я сформулировал именно так, чтобы соединить ментальность культур Запада и Востока, то есть первичность материальных или духовности. Там тоже это такой же вопрос, который решить можно только объединившись всем человечеством. Поэтому там нужен международный форум, такая платформа нужна, где бы как на Олимпийские игры смотрели бы, как люди решают вопросы такого высокого порядка, которые нельзя решить по одиночеству. Вот я поэтому хотел бы вас спросить, а у вас уже есть какой-то намек, понимание, какое понятие внести, вот о чем вы говорите, как карту вот эту вот для военных, а нам какое надо внести понятие? Обязательно понятие такое должно быть, как алгоритм. Вот я считаю, это обязательно. Вот то, чего ни у кого нет. Вот алгоритм, который для личности, индивидуально для каждого, может дать результат. Так, еще проясните. Все вокруг пляшек вот методики создают, вы отлично об этом говорили, вот йоги, у них там набор упражнений каких-то, набор там асан, да, молитвы в религии, это все вот все люди, ну, такие какие-то усредненные, такие вот без индивидуальности, да, вот мы должны все это так делать или так делать. Результат не очевиден для меня лично. Я могу не дойти до цели. У нас есть уже, Николай, в методе ключ там же критерии подбора индивидуальных упражнений, снимающих стресс автоматически. Да. И сам подбор по критерию минимального усилия, то есть по скорости автоматизации начатого действия, то есть закону сохранения энергии. То есть на какое действие, ну, например, повторяемое, мозг тратит меньше энергии, то, которое ближе тебе. То есть чтобы было индивидуально, надо, чтобы именно вот по этой зеленой зоне человек, перебирая массу различных вариантов движений, допустим, движений, да, подбирал именно то, которое ему легче всего, максимально комфортно. И когда он подбирает именно то, что ему комфортно и более легко, то есть в охоте за лёгкостью, вот этот алгоритм, в охоте за лёгкостью по принципу подбора путём перебора, у него происходит как раз-таки шаг к себе. То есть как раз-таки, потому что это действие ему настолько легко даётся, потому что мозг тратит на это менее всего энергии, и значит это ему индивидуально соответствует. И в конечном счёте он открывает себя, это путь к себе. Вот вы знаете, что я недавно смотрел, как беседа была поздно раз, с нашей знаменитой балериной, ну фамилия, ну вылетела, ну как же, старый стал. Слушай, Николай, ну кто же у нас там, Майя Плесецкая, Майя Плесецкая. Она такой пример, она такой пример, она рассказала, а я всегда делала только то, что мне нравится в плане движения, и никогда не могла, я всегда импровизировала, и никогда не могла быть дисциплинированной, это меня убивало. И через это она как раз таки, она свой талант раскрыла, потому что это был как раз таки подбор путём перебора по критерию минимального усилия. Майя Плесецкая, я хочу предложить, пусть все посмотрят, как поздно, говорит там, ну в Ютубе можно найти, с Майей Плесецкой, это ярчайший пример выражения, вот это как бы материализация этой идеи. Вот Майя Плесецкая, вот эту идею принципа подбора путём перебора по зелёной зоне по критерию минимального усилия, как раз таки живое воплощение, Майя Плесецкая. Она об этом рассказывает только своими словами, это очень интересно. Вот это алгоритм как раз таки, чтобы человек мог подобрать действие под себя, как одёжку под своему размеру. Да, но там он, когда он это делает, в результате он приходит к состоянию безмятежности, и там открывается человечное, его страхи уходят, как у Будды нирвана такая, страхи, комплексы, стереотипы, эго всё уходит, как состояние междустонного божественного, у него открывается, самое отождествление происходит с его истинной природой. Он сидит задумчиво, там такое состояние умиротворения, и вот там он становится человеком, на самом деле, потому что всё наносное ушло, и открылся его генотип. Кто же он сам по себе? А там он на самом деле человек, потому что именно там он не покорёжен, не деформирован, не агрессивным воспитанием, не болями, не страхами, не комплексами, не стереотипами, он в этом состоянии свободен. Он свободен, и когда он полностью свободен, он обнажается как человеческая сущность. Сущность человека быть творцом. И поэтому, когда он перестал выживать, то есть он вышел из стресса, когда перестал тратить энергию на борьбу за выживание, на инстинкт самосохранения, он перешёл через этот ноль, перешёл к позитиву, к творчеству, то есть у него появилось как раз эти планы появились на будущее, он появился, чувство уверенности в завтрашнем, не образ будущего начинает появляться через этот ноль. Ну, вот я, может быть, очень путанно говорю, но... Нет, вы очень хорошо говорите. Вот вы, я ещё добавлю, вот вы сказали, какие термины, какие понятия должны быть в этой науке человечности, обязательно должно быть такое понятие, как энергия. И всё, что вы говорите, критерии оптимальности, минимальности, мне это очень близко, я сам этим занимался, минимизация физик, математик, мне всё это понятно, очень хорошо, и это реально работает. И что самое интересное, когда вы говорите, когда человек погружается вот в это состояние, назовём его устойчивое состояние такое, не будем говорить, насколько оно устойчивое, но одно из устойчивых его состояний, он не только находится в минимуме энергии, на его поддержание, он начинает накапливать. И тем самым его состояние начинает, радиус вот этой сферы, назовём его, да, сферы счастья, да, он начинает увеличиваться, он становится более устойчивым. Ну, когда у вас стресс не бывает, у него эндорфин не включается, у него дофамина включается, там всё взаимосвязано. Вы знаете, Николай, я вам очень благодарен, я хочу, знаете что, вот чтобы следующую часть нашего разговора мы уже сделали с подключением наших участников школы Чехбольшего, Homo Futurist, и сделали это в Zoom, сделали в Zoom, как небольшую конференцию. Я бы не хотел, чтобы сейчас вы раскрыли все свои мысли в этом отношении, они у меня пока, вам дегенерируются, вы говорите, а я сразу, мне мысли от... Пусть люди возбудятся и поднакопят ассоциации мыслей, и мы объявим вот Zoom какого-то числа, что будет у нас конференция вместе с Лаем, мы начнём заводить эту конференцию с вами, потому что вы очень правильно, вы очень правильно говорите, там действительно нужен вот какой-то алгоритм, и вы хорошо сказали, насчёт энергии, потому что именно закон энергии управляет, закон сохранения энергии управляет всё. И там, где человек тратит меньше энергии, значит для него это правильнее. А он там свободнее, и лечиться, и учиться, и созидать можно только будучи свободным. Это же критерии мощные. Я тоже сейчас обреку себя помолчать. Давайте мы сделаем эту конференцию небольшую в Zoom. Хорошо. Хорошо. Я вам очень благодарен, потому что вы мне прислали письмо. Настолько, настолько оно меня поразило. Глубиной проникновения в суть вопросов, вы большой философ. Спасибо вам большое. Дома приветствую с наступающим Новым годом. Здоровья вам, счастья, благополучия. И тратить меньше энергии, чтобы дольше жить. Творческого долголетия. Спасибо огромное, доктор Хасай. Спасибо. Очень приятно.